Всем привет, большой привет! Я наконец-то решила выгулить свое синее платье, но не по погоде. У нас холодно, у нас два дня льют дожди. Сегодня вроде бы как потеплее, но пасмурно, пасмурно. Днем обещают солнце из-за туч и дождь. Холодно, а у меня сегодня мероприятие. Я думаю, господи, ну мне нужно выгулить синее платье, потому что я скоро уезжаю, а платье так и не выгулено. И с чем же я решила его надеть? Надела кроссовки, потому что будет дождь, и надену джинсовую куртку. Сейчас покажу вам как с кроссовками, просто так, по-моему, как-то вы кривенька висите у меня. Вот так, прошу прощения. Ну, наверное, это не кроссовки, а кедрибок у меня. Вот так. Кэжел стиль полуспортивный. Ну, потому что дождь пойдет, ноги должны быть в тепле и сухими. И надену джинсовую куртку. Хотела кофту, но с кофтой как-то смотрится. Не важно. Да, и с курткой что-то тоже, как-то сейчас посмотрю. Как-то не очень, да, с курткой? А что делать? Ну, и мы хотели посидеть на природе, опять же, там должно быть очень красиво. Не знаю, короче, как-то с погодкой не очень, но... Друзья, ну вот мы встретились с Люсей, я уже ушла с мероприятия. Встретились и поехали в ресторан, про который я вам говорила. И мы вот так с Люсей стоим прямо на передней площадке. Смотрите, какой вид красивый. Люсей, ты будешь с народом здороваться? Привет, народ. Привет, привет. Красивыми видами. Мы уже проезжаем Академгородок и едем в поселок Удачный. Все, конечно, здесь нужно. Это, наверное, еще не Академгородок, да? Да нет, конечно. Это гримячая грива, где мы гуляем. Ехали в женщину, и вон она, кстати, стоит в кепочке, не в кепочке, а в шляпке. 76 лет. Я говорю, вы что на лестницу пришли? Она, да что вы? Говорит, нет. Просто погуляю. Говорит, хотя у меня тетя 94 года, она, говорит, поднялась на Таргашинскую лестницу, а там, извините, две тысячи ступенек. Я говорю, ну я не верю на... Ну как не верю, есть фотографии. Говорит, и на столбы она ходит. Ну, друзья мои, ну это вот бред. Ты веришь в эту информацию? Ну что 94 года, бабушки, она ходит на... Ну, нет, Лена, не верю. Да, ну, на столбы. Когда я даже ходила, это 94-х. Если поднимусь, да, вот и проверим, да. Конечно, нет, что смеяться-то. Так, а мы идем? Я, конечно, верю в чудеса, хотелось бы верить. Ну, нет. Прямо завис голубь. Да это не голубь, это... Это голубь какой-то. Посмотрите. Ну, голубь это или что за птица? Опять куда-то полетел. Сейчас там остается зависит. Так, Люда, как называется? Это сосна, да? Нет. Сосна проехали. А это как? Жилой комплекс какой-то? Не помню. Не помню, как называется. Вот. Ну, мы здесь уже были. А когда мы, Люда, с тобой были? Весной? Весной. Ранее. Ранее весной, да. Кто не видел, посмотрите. Жилой комплекс, он закрыт. Закрытый. Мы пришли через КПП, нам открыли. И мы двигаемся. Ресторан называется Мон Плезир. Красивенько, да, тут у них? Частная территория. Ну, как-то частная, частная, не частная, да? Вот мы проходим и, по сути, по частной территории. А здесь вот они отгородились живой изгородью. Тут у них как-то на дачах. Правда, что? А тут для прыгания. Ветерок подует, да, и уже все холодно. Обожаю пионы, бомжечки. Обожаю. Тут какой-то зоопарк, смотрите. Какие ламочки. Ой, какая хорошенькая. Как игрушка. Ты кто? Что, моя сладенькая? Держит тебя? Ой, какая хорошенькая. Слушай, а что они? Почему тут держат их? Они какие-то куценькие. Слушай, а какой-то интересный. Слушай, с тобой с другой стороны зашли, да, Люда? А мы пройдем там, интересно. Ну, мы пытались там пройти, и не прошли в прошлое. Вот сюда мы идем, друзья. А когда мы с вами были, озеро было замерзшим. По мосточку, по мосточку. Альпака-то была. Так столько их тут, нас, вернее, проходят мимо них. Вот лестницу видно. Проголодались, Люсяй. Я говорю, проголодались мы с тобой. Голодные. Сейчас наберем вкуснятины. Зод. Зод джунгля. Какой-то китайский или какой? А, это носок. О, красавица какой. Страусы, слушай. А это что? А это что такое? А ты кто? Привет, ты кто? Ой, слушай, я первый раз такую птицу верю. Птица секретарь. Птица секретарь? Да, точно, еще она бегает. Да, да, да. Беги к нам. Пришли. Вот там какое-то событие. Люди кричат. Смотрите-ка, тут рыбки. Не видно, наверное, вас. Посадили за вот этот кустовик. С видом на озеро. Красивенькое оформление. Вот посмотрите, плавают втроем друг за дружкой. Две утки с хохолком, а одна без. Видишь, она приветствует нас еще хвостом. Вот что это за утки, друзья, кто знает? Это какого-то палевого цвета, да, Люда? С длинным носом. А вон там обычные утки. Все от жажды умрем. Так долго несу на водичку. Финскую взяли водочку клюквина. Ну, подождем. Супчик французский, да, Люда? Луковый. Или пригубим. Или пригубим. Смотрите, группа в полосатых купальниках. К ним приблизилась еще странная жирная утка. Торпеда. Вы посмотрите. Она что-то тык-тык-тык-тык из стороны в сторону. Ты не к своей стае прибилась, милая. Смотрите, как интересно за животными наблюдать. Ой, какие потешенные. Ты посмотри, какие хохолки у них, Люда. А что это она? А что ты к ним приблизилась? Зачем тебе они нужны? Я уже возгляжу на диване. Да, видите, мы ее не закусывая, поэтому я уже возгляжу на диванчике. Вот Олег нам сказал, что через 5 минут и принесут нам супчик. Французские муковые. Посмотрим, как они тут готовят. Люся тоже. Сейчас переключу на нее. Лежа, да, Люда? Она хоть седьмая, а я-то уже и залегла. Ну, знаете, такая красота. Сосны, водичка. Такой ненавязчивый кондиционер, да? Рубоньки такие. И мне не дуют. А ты не слышишь? Да-да-да. Не чувствуешь меня? Ждем. Принесли французский луковый супчик. Люда, ну он почему-то очень жидкий. Он не должен быть таким жидким-то. Луковый супчик, поэтому я понятия не имею. Да, ну приятного нам аппетита. И он должен нравится. Люда, он ко мне плывет. Убалдеть. Привет. Привет, Тосы. Друзья, принесли нам второе. Киевская котлетка по-киевски. Чати. И картофельное пюре. Это не шишки, да. Шишечки. Вот они. О, господи. А, это, слушай, это, наверное, эти ламы орут. Помнишь, она нам жаловалась, ламы? Она, наверное, и кричит так. Нет, тут уже... Это, друзья, мы идем, вы знаете, рассуждаем о чем? Слушай, мы вот этот садик не видели, да, в прошлый раз? Пошли другой дорогой. Мы, друзья, идем и рассуждаем с Люсей о том, что... Что... Господи, Люда телефон оставила за столиком, на столике. Это, мы говорим, рассуждаем о том, что кухня неплохая, да, приготовлена вкусно, но очень-очень долгое обслуживание. Вы знаете, вот ходит этот наш Олег, бедный, спит на ходу. И рассуждаем о том, что... И таких вот Олегов в жизни полно, да? Что это зависит от темперамента человека. Где бы он ни делал, чем бы он ни занимался, дома на работе ли он будет делать все вот как сонная муха. Ну, очень долго. Хотели еще десерт взять, но десерт очень дорогой. Во-первых. А во-вторых... Ну, это сколько мы десерт будем ждать? Еще полчаса. В общем, решили рассчитаться, встали и пошли. Говорит, вернулась до телефона, сказала, говорит, Олег там обнимается с этой девочкой, ему не до нас. Ну, так ты че, Олег? Обнимаешься? Ну, так и не заработал себе на чаевые. Ну, не заработал себе на чаевые. Потому что, ну, че это? А, ирисы. Вот они ирисы. А что это? Ну, похоже на ирисы, да. Я хотела сказать, какие-то мелкие ирисы. Ну, может быть. Нет, это ирисы, да, это ирисы, но какая-то другая модель ирисов.